Добрый день и как всегда в конце недели подводим итоги. Говорим о самых важных событиях в нашем городском хозяйстве и о том, что с этим связано. О наших перспективных задачах и как мы их собираемся выполнять. На этой неделе состоялось очередное заседание исполнительного комитета, на который был вынесен ряд очень важных вопросов и вынесено это положительное решение. В первую очередь это схема санитарной очистки города Одессы. Мы об этом уже много говорили и вот сейчас уже когда на исполнительном комитете ее рассмотрели и утвердили, мы можем смело говорить, что обращение с бытовыми отходами в городе кардинально изменится. Сейчас мы говорим в первую очередь за сбор и за вывоз бытовых отходов. Зачем нужна эта схема и что это? В первую очередь мы получаем четкие маршруты, по которым должны работать машины, которые опорожняют наши контейнера. Мы получаем четкое количество контейнеров, которые должны быть в Одессе. Мы получаем четкое количество контейнеров, которые должны быть раздельного сбора мусора. И это очень важно. И в этом вопросе мы уже наладим системную работу. Также это количество машин, которые должны работать для опорожнения контейнеров с обычными органическими отходами и по раздельному сбору мусора. Все это четко указано и это расписано в нашей новой схеме санитарной очистки города. То, чего раньше в Одессе не было вообще. И уже после заключения доп. соглашений с нашими операторами, а мы сейчас на основании этой схемы подготовили дополнительные соглашения, которые сейчас мы с ними подпишем, С помощью этой схемы мы в первую очередь получаем четкий инструмент, с помощью которого мы можем и повлиять на оператора, и организовать его работу. Поэтому в результате того, что в Одессе будут установлены дополнительные контейнера, в первую очередь под это раздельный сбор мусора, то, что в Одессе будет упорядочен вывоз бытовых отходов, систематизирована работа с опорожнением контейнеров, и мы указываем интервал, погрешность может быть не более 15 минут, я уверен, что совсем скоро мы не увидим уже в нашем городе переполненные контейнера, и возле них это свалки. Развивая тему санитарного состояния города, я никогда не могу не сказать еще о знаковых решениях, которые были приняты на этом исполкоме, что касается районных администраций и так называемых бесхозов. Это то, о чем мы тоже говорили. То есть мы уже выполнили инвентаризацию, о чем было сказано ранее, мы четко обозначили эти бесхозные территории, в том числе это касается и зеленых зон, и зеленых насаждений, и пешеходных частей, и межкварталок, и так далее. То есть в Одессе не осталось ни одного метра так называемой бесхозной территории. Что это значит? Это не значит, что это территория, которая никому не принадлежит. Это значит, что это территория, за которой не был никто закреплен и никто не занимался поддержанием санитарного состояния на той либо иной территории. Так вот, уже сейчас мы получили четкий механизм. Районные администрации осуществят конкурсы. На этих конкурсах будут отобраны компании, которые будут заниматься уборкой и поддержанием санитарного состояния на этих территориях, также уходом за этими зелеными насаждениями и так далее. И тут тоже мы системно наводим порядок и уже, опять-таки, уверен, к началу туристического сезона мы не увидим в Одессе стихийных свалок, мы не увидим в Одессе каких-то забытых, заброшенных этой территории, которые до сих пор, если и убирались, то только в этом рамках наших санитарных дней либо субботников. То есть, как таковой системы не было. Сейчас мы все эти механизмы систематизируем, что действительно добавит это качество в уборке в городе. Ну и еще одно знаковое решение, которое было на рассмотрении и по которому также это положительное решение, мы об этом тоже говорили, это об ограничении въезда в город крупногабаритных машин в часы пик. То есть, это утром и вечером в час пик автомобили, которые заезжают на и так это перегруженные улицы, которые осуществляют подвоз товаров в магазины, которые занимаются подвозом каких-либо материалов на базе, либо на площадке и так далее. То есть, все крупногабаритные машины в час пик утром и вечером в Одессу заезжать не будут. Сейчас эти материалы находятся на согласовании в полиции, после чего наша КПСМЭП будет выставлять знаки по городу, которые и будут, скажем так, регламентировать те самые ограничения. Уверен, это нам это позволит сделать наши улицы намного свободнее. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, видимся через неделю и говорим о самом важном. До свидания, до новых встреч.